Татар Информ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости. События. Подробности. Сергей Николаевич, добрый день. Большое спасибо, что согласились с нами встретиться буквально совсем незадолго до старта у нас в Казани. Сегодня этапа всероссийской акции служба по контракту. Это твой выбор. Ну, собственно говоря, о этой работе для настоящих мужчин мы с вами сегодня и поговорим. К празднику мы еще вернемся чуть-чуть попозже. Но, если говорить о самой службе по контракту, лет 10-15 назад служба по контракту вызывала такое неоднозначное некоторое ощущение у многих людей. Сравнивались и с французским легионом, и с американским Black Walker. Сейчас ситуация поменялась. И понимая то, что служба по контракту – это настоящая профессия, это дело, которое может светить свою жизнь, это защита Родине. Как много татарстанцев сейчас делает свой выбор в пользу службы по контракту, как именно профессии, профессии, которой они готовы отдать свою жизнь, и какова география службы у наших земляков? Служба по контракту – это особый вид службы в вооруженных силах Российской Федерации. Да, военнослужащие по контракту – это добровольные профессиональные защитники нашей Родины, это надо понимать. Происходит отбор. В отличие от случаев по призыву, где их подготовка ведется к контрактнику, имеется в виду, системно, целенаправленно, по определенному профилю, и, соответственно, еще существует постоянная доподготовка по этому направлению. На должностях рядовых, сержантского состава, то есть целенаправленная подготовка этих ребят для выполнения боевых задач. Предусмотрено повышение квалификации для вот этих всех вопросов. С момента формирования пункта отбора по контракту, это 2012 года, более 5,5 тысяч наших татарстанцев изъявили желание проходить службу по контракту. География службы обширная. Некоторые хотят вернуться там, где служили в срочную службу, потому что у меня тоже это знакомо. Некоторые хотят проверить себя в более другом, суровом климате. Ну, там, естественно, финансовое обеспечение другое. На Камчатку едут на север служить. То есть эти все вопросы, естественно, мы не отказываем никому, но основная масса, конечно, выезжает недалеко отсюда, понимая, что их историческая родина здесь. В основном это ребята по призыву, это основной контингент, которые служили. Ну, и сейчас у нас уже, конечно, вы знаете, с 2014 года с высшим образованием ребята идут служить по контракту. Могут сразу идти. И с прошлого года со среднеспециальным образованием. У нас тоже таких довольно-таки много реки. Вот в этом направлении вот так вот у нас чисто по географии. Ну, это вся страна. Вся наша страна. Могут выбирать, пожалуйста. Обратите внимание, что когда речь идет о службе по контракту, речь идет не о найме, не о наборе, а об отборе. Что такое отбор на службу по контракту и что может помешать? Ну, не каждый, конечно, может быть отобран ясно счетует система. И это медицинские показатели, и профессиональный отбор, проф. отбор, определенные показатели по возрасту. Все это, конечно, влияет. Люди, которые имеют судимость, мы, конечно, таких людей не берем. Пункт отбора по контракту, вот, республиканский, он занимается, как кажется, этими вопросами. Что касается работы на местах, в каждом военном комиссариате созданы внештатные пункты отбора по контракту, где происходит прием, соответственно, ребят, которые хотят служить по контракту. И все эти вопросы полностью проверяются, как здоровье, как проф. отбор и другие показатели, которые необходимы для того, чтобы человек был проверен для службы отбора по контракту. Ну, к примеру, физическая подготовка. Это и 100 метров, и километр кросс, и, соответственно, подтягивания. То есть это все проверяется нами. Про медицинские показатели я сказал, они, естественно, что в армии и нужны здоровые ребята. Все это мы проверяем в полном объеме. И вот таким вот образом происходит этот отбор. Но главное, конечно, это желание людей. Желание людей, и мы, соответственно, смотрим, это главное для нас. Чтобы он шел с таким желанием, чтобы он честно и добросовестно мог отслужить Родине, принести пользу. Ну, и, соответственно, мы гордились этими людьми. То есть служба по контракту – это осознанный выбор? Выбор, да, осознанный выбор. Это не какой-то там наряд, где можно по призыву, как мы делаем. А здесь он сам пишет заявление, сам проходит все эти подготовительные мероприятия, естественно, понимая то, что его ждет. Причем должен доказать, что он действительно достоин. А каков современный воин, служащий по контракту, офицер, служащий по контракту, правитель, служащий по контракту, общий портрет человека, воина по контракту? Ну, я думаю, что, наверное, первый показатель – это тот человек, который отдает себя в жизни, в свою жизнь отдает в жизни служение Родине. Вот понимание этого вопроса. Даже можно сравнить с нашей системой, мы же ведь тоже в свое время поступали в военное училище. Тогда, конечно, слова «контракт» не было как такового, потом уже это все появилось. Но мы осознанно шли, зная, что нас ждет впереди служба, это наша жизнь. Также по контракту, я думаю, что даже вот эти первые контракты на два, на три года, но это тоже показатель определенный возрастной, имеется в виду показатель по годам, по годам. А потом многие же из них остаются служить, заключаясь в следующий контракт. То есть, наверное, вот это самый главный показатель. Веление души, скорее всего. У нас в России всегда трепетно относились к защитникам. Очень богатая история, и ясно, что это влияет на нашу молодежь. В основном это ребята молодые, 22-30 лет, ослужившие срочно, ну и по высшему среднеспециальное образование. Я тоже говорил, где-то как раз к этому возрасту они заканчивают учебные заведения. Они мотивированы на то, чтобы, вот то, что я сказал выше, отдать свой долг службе именно вот таким образом, какими-то уже жизненными показателями. Многие из них женаты, размещают и семьи свои. То есть, это тоже ведь, как бы, будущее их жизни, наверное, так и можно сказать. И они на это и идут. Ну и сама по себе служба, я думаю, что она, конечно, интересна. Этим, военнослужащим по контракту, они более профессионально подготовлены. Это понятно, что они служат больше. Доверяются в более серьезные задачи. А когда человек занимается делом, он востребован, он чувствует себя, что он нужен. Я думаю, что вот такого плана у нас такой современный облик контрактника. Немаловажный фактор, то, что очень много сделано в вооруженных силах сейчас по материальному обеспечению. И это хорошее общежитие, и организация питания, и, соответственно, обеспечение вещимым имуществом. Неплохое денежное удовольствие тоже, это, конечно, влияет на то, чтобы современные нормальные люди молодые, которые выбрали вот такую себе профессию. Вы сейчас говорили о том, что многие воины по контракту, они семейные. И я вспомнил, что буквально год, может быть, чуть больше назад, во время интервью, очень большой такой резонанс вызвал материал о женщинах, которые выбирают тоже службу по контракту. Насколько сейчас велик интерес у представительниц прекрасных половин человек? Востребованность и есть у женщин, они обращаются к нам. К сожалению, диапазон выбора военной профессии мал. Ну, это медицина, связь, какие-то творческие направления. Ну, служба, например, в военных ансамблях, если какое-то что-то есть по музыке, там, направление развития. Ну, мы берем, и вот, вы знаете, отмечается, что они вот как-то, ну, женщины всегда как-то более ответственнее относятся к этим задачам, да? Мы это всегда отмечаем, а здесь для них это новое. И, в общем, есть у нас и такие факты, что люди идут, и довольно-таки неплохо женщинам будет. К сожалению, еще раз говорю, не полностью мы можем обеспечить всех желающих. То есть получается, что желающих больше, чем... Да, да, там она, в общем-то, идет, как бы сказать, правильно, по направлениям. Вот и востребован там человек, даются ему отношения, да, вот называется это правильно, вот он выбрал эту воинскую часть, и командир дал отношения, что он ее возьмет, эта женщина. После этого, конечно, мы призываем, отбираем, вернее, на контракт. То есть персонально практически вот такой отбор идет, вот в этом плане. И здесь вот надо понимать именно таким. Ну, ясно, что женщины это тоже понимают, и в первую очередь ищут место службы именно вот так, как я так и сказал. А остальное уже мы... Они проходят также тот же самый профотбор, медицинские показатели тоже проверяются. Все то же самое, как у мужчин. Вы частично уже ответили на этот вопрос, но попрошу еще раз, так коротко и емко. Человек решил, что служба по контракту это его. Куда он может обратиться, что ему необходимо с собой иметь для того, чтобы... Ну, не возникло вопросов, не пришлось 30 раз бегать, теряя время, ведь он же хочет служить. Структурные военные комиссариаты, они находятся в каждом районе, но есть у нас сдвоенные районы, где на два района один военкомат. В каждом военкомате муниципальном есть нештатный пункт отбора по контракту. Он приходит, соответственно, со своими документами, пишет, соответственно, заявление, проходит все вот эти вот вопросы, связанные с медициной, проверкой здоровья, с профессиональным отбором. После этого оформляются документы, и он прибывает, ему, соответственно, прилагают, какие воинские части. Здесь на пункте отбора по контракту уже прибыл сюда, здесь уже у нас есть соответствующие наряды на эти части. И если они есть, то мы готовим уже полностью его личное дело для того, чтобы отдать приказ министра обороны для зачисления вооруженной силы Российской Федерации. После этого он убывает туда, значит, соответственно, обеспечивается проведенными документами, прибывает в воинскую часть. И там уже на основании всех этих документов, приказа министра обороны, он становится на вещевое, продовольственное обеспечение, обеспечивается жильем и приступает к службе таким образом. Вот возвращаясь к тому, с чего мы начали наш разговор, этап серфейской акции «Служба по контракту. Твой выбор». Мы с вами уже успели пообщаться в рамках пресс-конференции, которая проходила у нас. И вы отметили, что это будет не просто праздник и привлечение внимания, но это будет еще и рабочая, абсолютно рабочая площадка, где люди, которые желают пойти на службу по контракту, смогут прийти и сразу переговорить предварительные какие-то моменты решить для того, чтобы подать свои документы и подать заявление на службу по контракту. Так ли это? Да. Ну, республика гордится, что у нас проводится такая акция. Создана целая программа проведения таких акций, подписанных министром обороны. Вот Казань попала вот в этот список городов. Акция будет проводиться под эгидой заместителя министра обороны. Приедут генералы и с Москвы, и с Центрального военного округа. Будут выступать артисты ансамбля из Москвы, из Екатеринбурга. Будет выступление паршрутистов. Это роты специального назначения. Будет выставлена техника сухопутных войск, войск противовоздушной обороны. Будут развернуты мобильные пункты отбора по контракту с медицинским модулем. Ну, и, конечно, эпофезом этого всего мероприятия. Это будет пролет нашей пилотажной группы «Стрижи» на МиГ-29, которая в течение 20 минут будет выступать над этим местом. Место – это площадь перед семейным центром «Казан». Хорошее место, там все продумано. И я думаю, что это мероприятие еще раз больше посюгнет престиж наших вооруженных сил. В первую очередь службу по контракту, да и вообще в целом вооруженных сил. Будет на что посмотреть. Ясно, что будет солдатская каша. Без этого никак мероприятия не проводятся. Поэтому я, пользуясь случаем, всех приглашаю. 27 октября в 10 часов начало на указанном мною месте будет проводиться это мероприятие с 10 до 15 часов. Соответственно, очень большая расширенная программа. Будут выступать артисты не только в военных ансамбле, но и гражданские артисты. Приедут хорошие. Поэтому хорошее такое выступление. Будет оркестров, специальные выступления на пласт-концерты, так называемые. То есть есть, что будет посмотреть. Спортивная составляющая очень сильная будет. Будут развернуты учебные места по занятию спортом, как это делается все, чтобы это можно было посмотреть. Самое главное, чтобы погода не подвела. Мы надеемся на это. Я думаю, что это будет очень хорошее, доброе мероприятие, которое еще раз расскажет о величии наших вооруженных сил. Ну и плюс это будет замечательная возможность показать нашим мальчишкам, юношам, детям всю мощь российской армии. Да, мы в первую очередь, конечно, рассчитываем на молодежь, на нашу. Ясно, что в Казани молодежный город. И я думаю, они посмотрят, все это еще раз увидят. Ожидается большое количество людей. Потому что, ну, пилотажная группа «Стрижи», насколько я знаю, не летала на Казани с 2005 года. Они были летали на тысячелетия. Это будет грандиознейшее зрелище. Я думаю, что есть на что посмотреть. И всегда это вызывает интерес. Получается, что мы первый раз участвуем именно во всероссийском. Такая, да, акция у нас впервые проводилась. То, что у нас стартует, как правило, имеет продолжение. То есть мы заглядываем уже в будущее. И будут ли подобные акции у нас проводиться впредь? Ну, я думаю, что надо достойно провести эту акцию. И мы, естественно, посмотрим, как это все пройдет. И нам дадут оценку этого всего мероприятия. Это на самом деле очень серьезная подготовка. Мы вот ежедневно уже вот вторую неделю этим делом занимаемся. Подготовкой к этому мероприятию. И будем просить министра обороны, чтобы почаще к нам давали в план это проведение таких мероприятий. Это ведь очень прекрасно. Тем более наш прекрасный город имеет богатейший опыт проведения всех мероприятий различного направления. Ну, вот на этой же площадке была, нам же рассказали, фан-зона во время проведения чемпионата мира по футболу. Там до 25 тысяч приходило туда. То есть это, в общем-то, такое профессиональное мероприятие направлено на престиж службы в вооруженных силах в одной из направлений нашей жизни, нашей великой России. Я так понимаю, по всем направлениям. В том числе и по этому тоже. И думаю, что Казань не подведет и республика в этом мероприятии. Татар Информ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости. События. Подробности.